Итоги четверга в прямом эфире. Всех приветствую. Вот не все, но главное. Итак, в Северодвинске сегодня на глазах десятков человек развернулась драма, к счастью, со счастливым концом. Но, похоже, уголовного дела не миновать, ведь местный житель с оружием в руках захватил офис микрофинансовой организации и требовал аннулировать долги. Николай Цып работал на месте ЧП. У нас что-то случилось в нашем магазине. Я слышала хлопок. Это одно из первых видео, которые появились в соцсетях с пометкой «Захват» в Северодвинске. Адрес Ломоносова, 74, сегодня стал известен на всю страну. Нерядовое событие для города Корабелов собрало толпу зевак и журналистов. В 11.10 территорию рядом с домом отцепили силовики. Что на уме у захватчика офиса микрозаймов, сначала было неясно. Поэтому жители и без команды на эвакуацию старались покинуть свои квартиры. Страшно. Дети. Дети со школы идут, дети с учебы идут. Поэтому очень страшно. Там кто в магазине, то, наверное, страху-то натерпелись еще. Позвонили мне соседи, сказали, говорят, ты что сидишь дома, не знаешь, что там творится. Короче, там какой-то мужик угрожает девушке обрезом. Весть о ЧП в Северодвинске тут же облетела весь интернет. В трансляции с места событий собирали сотни просмотров. Вскоре стали выясняться и подробности. Захватчиком оказался 54-летний местный житель Александр Колодежников. О своем поступке он спокойно рассказывал журналистам по телефону. А вы сейчас где находитесь? В банке. А что вы там делаете? Я девушку заложника держу. На вопрос, зачем, захватчик рассказал историю общения с коллекторами, которые требовали с мужчины долг в 600 тысяч рублей. Они присутствуют всех моих близких и даже неблизких. Представьте, что, допустим, одного педофила выставили, другую, допустим, выставили проституткой. Не желая мириться с такими методами, он решил списать свой долг способом покруче. Вооружился обрезом и ждал директора организации в офисе, чтобы тот обнулил задолженность. В результате переговоров захватчикам удалось договориться. Ему пообещали списать все кредиты. Скорую! Скорую, скорую! Было организовано оцепление прилегающей территории, налажен переговорный процесс. В ходе дальнейшей работы злоумышленник сдался, у него изъят обрез охотничьего ружья и патроны. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителя увезли для дальнейших следственных мероприятий. После на крыльцо магазина вышла та самая девушка-заложница, которая успела нажать тревожную кнопку в момент появления налетчика. Видно, что сотрудница не пострадала и, судя по улыбке, рада встрече со своими спасителями. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. Об избрании главой Коряжмы сенсации не случилось. В ближайшие пять лет городом будет руководить Андрей Ткач. Для него это уже второй срок. Решение принималось на сессии местной думы. Депутаты выбирали из двух претендентов. Вместе с действующим главой на пост заявился юрисконсульт Владимир Гнатов. Ранее подавший документы сотрудник администрации Герман Лыхтьеонов снял свою кандидатуру. Схема по выбору главы была стандартной. Тестирование, собеседование, затем представление программ развития города. В итоге 14 присутствующих депутатов единогласно отдали свой голос за кандидатуру Андрея Ткача. Его торжественное вступление в должность состоится 16 марта. Напомню, что впервые Ткач стал главой Коряжмы в марте 2016. Новый флюорограф, современная стоматология и нехватка кадров – так можно сказать о происходящем Плесецкой ЦРБ и ее филиалах. С рабочим визитом там побывали представители правительства региона, о чем говорили с врачами и на что обратили внимание пациенты. Дарья Евграфова знает. Это Савинский филиал Плесецкой ЦРБ. Главный врач показывает помещение будущего флюорографического кабинета. Недавно там сделан ремонт. Скоро начнется монтаж аппаратуры для обследования населения. Пустовать кабинет вряд ли будет. Получается, на участке порядка… Где здесь? Но мы участки еще считаем вместе с присоединенными форумами. Осмотрела делегация рентген-кабинет, где работали с больными ковид и теми, у кого подозревался коронавирус. В поликлинике Александр Герштанский пообщался с ожидающими своей очереди к терапевту. Зашла речь о нехватке специалистов. Ко многим приходится ехать в районный центр или даже в Архангельск. Зачастую пациенты обращаются в платные клиники. Мы будем стараться, с своей стороны, создать условия для того, чтобы привлечь молодых специалистов и не только молодых специалистов для работы в данных вечерних учреждениях. Настоящими прорабатываются предложения, которые будут направлены в адрес губернатора правительства. И мы будем надеяться, что они будут поддержаны. Они будут направлены на меры социальной поддержки для тех специалистов, которые будут готовы остаться и работать на селе. А это уже кадры из Плесецка. В числе первых посещен кабинет сахарного диабета. Для районной области в целом проблема остаётся актуальной. Кардиограмма шаговим. Здесь ещё установлена миокард-холтер программа. В Плесецке продолжается вакцинация от коронавируса. Многие жители идут уже на вторую прививку. А как вы себя чувствовали после первой? Нормально. Не было температуры, ломоты? Ничего не было. Ничего не было. Всё было хорошо. Нет проблем и со стоматологом. Кабинет оснащён современным оборудованием. Работает и отделение гинекологии. Мы учитывая, что район большой, мы принимаем, соответственно, запасы кое-кисти. И принимаем всех количеств больных, которые нужны для оказания медицинской помощи. Указывается круглосуточно. Побывали представители правительства региона и в городе Мирный. Посещение терапевтического отделения, операционных, разговор с специалистами. Особое внимание о работе с юными пациентами. Нам необходимо решить вопрос с детской поликлиникой. Это острый вопрос. И мы посмотрели сегодня и объект, который подлежит капитальному ремонту, и то, как сейчас детки обслуживаются у докторов. И вот наша была основная задача – посмотреть это. На встречах с врачами также отмечено. Вся дальнейшая работа будет построена на создании пациента-ориентированной модели здравоохранения. Когда именно человек и его интересы становятся основой для принятия решений. Дареев Граф, Варди Мизавардин, Регион 29. ТГК-2 пожертвует Северодвинскую собственность, 3 километра бетонной дороги и путепровод. Речь идет про объездную трассу города Корабелов. На сегодня договор пожертвования на согласование в администрации. Впрочем, пока в ближайших планах ремонта самой бетонки нет. Большие работы ведутся на соединении улицы Юбилейной с окруженным шоссе. Тогда выехать на трассу М-8 можно будет напрямую со спальных районов. В 2020 году частично вынесены инженерные сети из пятна застройки и проведена разрубка полотна отвода будущей автодороги. В рамках проекта предусматривается четырехполосная автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием, с устройством наружного освещения, устройством тротуара с правой стороны. На 2021 год предусмотрено 34 миллиона рублей. Вся основная сумма, следующий год это 304 миллиона рублей. Все это пока средства местного бюджета. Есть планы на поддержку со стороны области. Вопрос прорабатывается. В этом году подрядчик должен закончить выносы и перекладку всех сетей, а также приступить к частичной отсыпке земли. Прогнило все. Такое сообщение в нашу редакцию поступило от жителей Северного округа. В квартирах нет воды, зато есть плесень и прочие неприятности. При том, что от дома отказалась управляющая компания, Кристина Грищенко все увидела. На улице Химиков 21, корпус 11, почту приносят вот так, на подоконник. А все потому, что ящики заржавели, ведь в подъезде повышенная влажность. И такая ситуация продолжается с января месяца. Не дом, а баня иронизируют жители. Только вот парная получается какая-то неправильная. Воды горячей в квартирах нет, она вся в подвале. А оплачивать такое удовольствие приходится по полной стоимости. У нас постоянно, говорю, лечит вода. У нас здесь бывает дождь. У нас, понимаете, все, постоянно здесь сыро, постоянно лужа. Из-за повышенной влажности в доме прописалась плесень. Присоединились к ней черви. Их излюбленное место – ванные комнаты. Сыпятся стены, падает плитка. Люди тоже. Сломать ногу стало здесь явлением частым, говорят жители. Он просто здесь вот пошел за мной, и все, он оступился, провалился и сломал ногу. Он два месяца лежал у меня в больнице на штырях. Как могут, латают дыры внутри здания монтажной пеной. Естественно, самостоятельно. Дом рушится и снаружи, говорят жители, и подкрепляют все это невыдуманными историями. На балкон страшно выходить, особенно летом. Снова же белье надо где-то сушить. И страшно выходить, что кирпичи падают. Прямо у меня к соседке. У нее же тоже маленький ребенок, она воспитывает его одна. Управляющая компания Коплю свои полномочия сложила. Другие не берутся взять дом на баланс и откровенно сообщают жителям о причинах. Они снимали дом, они делали обследование дома, они ползали на крышу. Они сказали, что у нас кровля вся, ну, в общем, дыры там в крыше. Тут вообще, он говорит, я не буду вас брать, я не буду вас обманывать. У вас дом просто, говорит, в таком состоянии им надо было заниматься лет 15 назад. И вас запустили до такого, что, говорит, уже просто, ну, бесполезно что-то делать. Кажется, что похожая история у каждого второго дома в Архангельске. Но как быть в конкретной ситуации конкретным жителям? Юрист Андрей Шадрин отвечает, собственникам сейчас важно вспомнить о своих правах и настаивать на проведении экспертиз. Собственникам жилья в данном доме нужно обращаться с заявлением в администрацию города Архангельска о созыве межведомственной комиссии. И уже эта межведомственная комиссия примет при наличии оснований соответствующее решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Либо о реконструкции, либо об отсутствии таких оснований. Сейчас, по данным Минстроя страны, в России больше 20 тысяч домов, где способ управления не выбран собственниками и не определен властями по конкурсу. Но законодательством сведен к минимуму период такой бесхозности. Он не превышает одного-двух месяцев. В случае с домом на химиков, можно сказать, отчет пошел. Кристина Грищенко, Ольга Красулина, Регион 29 Раздельный сбор мусора – то, к чему сегодня стремится весь мир и начал движение наш регион. На старте нужно понять, в каком состоянии имеющаяся инфраструктура, прежде всего определить судьбу полигонов Архангельской агломерации. Александр Богданович продолжит. Требованиям хоть и соответствуют, но ресурс исчерпан уже на 85%. Такая картина на полигоне в Архангельске. Ко всему прочему, вышел из строя компактер, который утрамбовывал мусор. Привело к более быстрому заполнению полигона. Более 5% по нашим расчетам он заполняется сейчас в месяц. Получается следующее. Этот тано стоит 31 миллион. Таких денег у автохозяйства нет, чтобы купить. Соответственно, приходится арендовать бульдозер, но бульдозер данные уплотнения не производит. Это самая главная большая проблема. Сегодня Архангельский полигон занимает 28 гектаров земли. Мы понимаем, что остаточная вместимость остается уже минимальной. То есть необходимы новые объекты, на которых уже возможно размещать отходы. Да, мы будем стремиться к тому, чтобы объем размещения все время уменьшался. Поможет в решении вопроса переработка, а не складирование мусора. Общественники в текущей ситуации видят большую угрозу для экологии. Не происходит абсолютно никакой изоляции фильтрата. То есть то, что протекает, вытекает из полигона, все попадает в грунтовые воды. Сейчас зима, и весной, когда снег начнет таять, вся эта вода, вся таблица Менделеева окажется в источных водах. У регионального оператора есть решение создать в области современные объекты, которые бы не просто принимали ТКО, но и занимались сортировкой и переработкой. Конечно же, строительство современных мусоросортировочных комплексов, которые позволят минимизировать вред экологии, которые будут обрабатывать и вторичные материальные ресурсы, раздельный сбор отходов, которые сейчас организуются в Архангельске. Поэтому выход, конечно же, в скорейшем строительстве мусоросортировочных комплексов в Архангельской области. Сложная ситуация с накоплением ТКО и в Северодвинске. Там полигон не то что переполнен, а завален особо опасными отходами, в том числе шинами, емкостями с моторным маслом. Заполняемость на сегодняшний день близка к пределу. И где-то в 2025 году уже планировалась рекультивация. И рекомендовано изыскивать резервы по площадям, естественно. Министерство природных ресурсов сейчас ведет работу по изменению территориальной схемы. В дальнейшем будет определена концепция развития обращения ТКО в регионе с указанием тех объектов, которые будут планироваться к постройке. У нас сейчас двухлетний контракт проектирования по рекультивации трех свалок. Это Северодвинск, Новодвинск и Архангельск. Оно в стадии окончания. В октябре мы принимаем работы. И, соответственно, когда введем новые объекты обработки, которые сейчас будем обсуждать в рамках новой территориальной схемы, то этот полигон подлежит рекультивации. Продолжается и появление точек сбора РСО. В Архангельске установили 110 специальных контейнеров. Более глобальная задача впереди – это создание полноценной инфраструктуры, которая оставит в прошлом морально устаревшие полигоны и несанкционированные свалки. Далее реклама, а после узнаем, как стартовал новый сезон телеолимпиады «Наследники Ломоносова» уже через минуту. Девочки, это тот самый случай, когда хочется примерить все и сразу. В выставочном павильоне уже до вокзала шубы из Пятигорска. В эту пятницу и субботу осталось два дня. Все изделия фабричные, чипированные, шелковистость, мягкость, блеск, добросовестно сшитая шубка и дубленка гарантированно прослужат вам много лет. Цены приятные, а потому не откладывайте покупку, ведь меха позволят вам согреться следующей зимой, понежиться в мягких воротниках. Если девушка водит авто, то присмотреться можно к укороченным моделям. Изделия из мутона, кролика, лисы, каракуля и даже рысь. Стильно, воздушно. Норковые шубы остаются главным трендом на все времена. Приносите старую шубу и получите скидку до 40% на новую норковую. И, конечно, демисезонные модели весна должна быть яркой. Куртки, парки, плащи производства Финляндии и Польши. Интересные, стильные дизайнерские решения. Выставочный павильон на ЖД вокзале. Торопитесь, только в пятницу и субботу не упустите возможность порадовать себя и любимых. Спасибо, что смотрите. Продолжаем выпуск. Самые талантливые школьники области вновь поборются за право носить гордое звание наследников Ломоносова. Одноименная региональная олимпиада является отборочным туром известной телевикторины «Умницы и умники». Победитель получит возможность представить наш регион в телепроекте. Алексей Макеев о первом полуфинале. В этом году тема полуфиналов «История государства российского» от Ивана Грозного до Петра Первого. Для подготовки ребятам выдали список литературы, в котором несколько десятков источников. Организаторы седьмого сезона турнира «Наследники Ломоносова» определили порядок выступлений и составы игровых троек. Участники собраны и нацелены на результат. Я нацелена развивать свою карьеру, и поэтому я стараюсь развивать свои навыки. Ну, надеюсь, конечно, победителя, но это как пойдет. Волнуюсь жутко, честно говоря. Оно и понятно. Прямой эфир. Отборочный тур выявил тех, кому и предстояло выйти на разноцветные дорожки Олимпиады. Из 118 соискателей до полуфинальных игр допустили 27 участников, которые должны отвечать на каверзные вопросы. А вот какие задачи тогда возлагались на губернаторов? Подумайте, секунду у вас есть. По итогам полуфинала в конкурсную борьбу на квадратах Олимпиады продолжат 9 человек. Остальные ребята не потеряют шансы на победу, но выступать будут уже в роли теоретиков. Уважаемые участники, у Татьяны Митинской нет ошибок. В итоге волнения Татьяны оказались напрасны. Школьница из Коныши станет участницей финала сезона в мае. Кстати, победители получат возможность участия в федеральном проекте «Умницы и умники», победа в котором позволяет ребятам стать студентами Московского государственного института международных отношений без экзаменов. Моя личная позиция в том, что система образования и все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы дать ребятам шанс раскрыть свой потенциал, самореализоваться в жизни. Хорошо, если наши земляки, впоследствии, получив определенные знания, компетенции, вернутся и будут работать в Архангельской области. Но я лично ничего не вижу страшного, если талантливый ребенок проявит себя и в другом месте. Главное, чтобы он служил интересам России. Как это делал Михаил Васильевич Ломоносов. Алексей Макеев, Светлана Михеевская, Регион 29. Ушел из жизни старейший кораблестроитель, почетный гражданин Северодвинска, участник Великой Отечественной войны Павел Васильевич Лапшинов. Он прожил 101 год. Прошел всю войну на эсминце Гремящей. Его экипаж обеспечивал высадку десанта, обстрел вражеских позиций с моря, постановку минных заграждений. С начала поставок вооружений по Нандлизу эсминец участвовал в сопровождении союзных конвоев. В мирное время Павел Васильевич начал работу на заводе 402. Сейчас это Севмашин, где отрудился без малого 40 лет. Уже на пенсии написал автобиографическую книгу «Мой жизненный путь». Проводил много встреч с молодежью. Губернатор Архангельской области Александр Цибульский и правительство региона выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Павла Васильевича Лапшинова. Прощание с ветераном 16 марта в Северодвинске. На другим темам почти тысячи работ. Именно столько представлено на творческий конкурс «Лес в той жизни», который организовали и провели группа компаний «Титан», Архангельской ЦБК и лесозавод номер 25. Рисунки на суд жюри были предложены самые разные. Участники придерживались нескольких конкурсных тематик. Это защита лесов от пожара, лесовосстановление, экологическая безопасность и красота лесов России. В итоге победителем признан 21 участник в трех возрастных категориях. Еще 14 работ решено удостовить спецпризов. И, как отметили члены жюри, каждый рисунок по-своему оригинален. Здесь вот инициатива самого ребенка, инициатива подачи той идеи, которую он видит в охране лесов от пожаров, экологических проблем, то есть красоты леса. Как он видит, он так реализовывал. Для нас это было, наверное, главным критерием все-таки самостоятельности. Вот та идейность, которую он вложил в свой труд. Лучших художников ждут призы и дипломы. Кроме того, работы разместят на специальных аншлагах и установят на землях лесного фонда региона. Полный список победителей можно увидеть в сообществе группы компаний «Титан» ВКонтакте. Статус социального предпринимателя в регионе уже получили 16 северян. Это новое направление, развивать которое помогает агентство регионального развития. Мы же продолжаем рассказывать о людях, чей бизнес помогает обществу. На очереди Вельский клуб детского технического творчества «Добрый робот» и его руководитель Ольга Репкина. Научить обычный пластиковый конструктор двигаться и выполнять простые команды – это под силу детям и подросткам в клубе «Добрый робот». Вот, к примеру, Рома Долгих мастерит подобную технику на протяжении четырех лет. Самая лучшая работа – это была лошадь, которая заняла первое место. Идея – сначала сам придумал, потом Ольга Николаевна не подсказала, как делать. Вот я занял первое место. Вельский клуб детского творчества «Добрый робот» Ольга Репкина открыла в июне 2017-го. С тех пор и знакомит ребят с основами робототехники. Самое главное, наверное, чтобы ребенок знал и умел, как можно построить от простого к сложному механизму. Чтобы он знал основы подключения электроники к механизму. Чтобы в конечном итоге то, что он собрал, двигалось. Сам клуб также двигается к новым высотам. Уже сейчас в Вельск на мастер-классы приезжают дети из соседних районов и даже областей. А помимо робототехники, здесь организуют уроки по 3D-рисованию, видеосъемке и монтажу. Сам социальный бизнес получил поддержку Агентства регионального развития региона, в том числе информационную и консультативную. А значит, впереди новые проекты. Михаил Меньшинин, Андрей Миронов, Регион 29. На сегодня все. Будьте здоровы и ждем вас завтра ровно в полдень. Редактор субтитров А.Семкин